привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и сегодня хочу вместе с вами посмотреть новую для меня игрушку это холлоблейд она естественно уже давненько гуляет по просторам youtube а многие и проходили проходит продолжают проходить я до сих пор на эту игру смотрела немножечко скажем так искоса я не знаю о чем она конкретно но некоторые кадры которые я уловил из прохождения своих друзей как сказать немножко тормознули меня от ее прохождение потому что большому счету может быть я ошибаюсь но я не люблю размазывание соплей по экрану тем более в играх не люблю какие-то эти самые всякие плаксивые вещи как мне показалось может быть я ошибаюсь и тут хочу сказать большое спасибо мне подарили эту игру вернее подарили возможность приобрести эту игру с такой скажем так скромной просьбы попробовать ее пройти что именно я наверное и сделаю прежде всего конечно дубль огромное вам спасибо и за подарок и за сумасшедшую подписку в принципе всем подписчикам огромное спасибо особенно подписчикам спонсорам огромное спасибо ну а рыцарем совы и так вообще низкий поклон так вот даже не смотря на то что как бы это не из-за платной подписки и даже не из-за донатов я попробую посмотреть на нее и друзья мои я не обещаю что я буду до конца проходить а потому что как вы сами понимаете если игра не зайдет то ну как говорится что мучить себя и мучить вас которые все прекрасно понимают всегда прекрасно понимаете когда мне что-то нравится или не нравится она сразу видно окривись душой я совершенно не хочу потому что кому это по большому счету надо но может быть пока я настраивала игру пока я смотрела там вступительный ролик вернее ролик а скажем так это тизер или как-то называется трейлер про эту игру может быть она мне и зайдет ну и давайте в конце концов хватит уже трепаться можно долго рассуждать зайдет не зайдет давайте попробуем начнем новую игру единственное что игра естественно она на английском я даже не стала ее ставить на немецкий потому что как мне кажется по звучанию оригинальному именно насколько я слышала актерское звучание там прекраснейшая я оставлю именно оригинал вот как-нибудь я с английским справлюсь у нас будут русские субтитры ну в общем вперед здравствуй кто ты впрочем не важно приветствую тебя со мной ты в безопасности я буду здесь рядом чтобы тихонько говорить с тобой не тревожит других послушай я расскажу тебе о сенуа ее история уже подошла к концу а сейчас начинается снова она дышать она дышит она дышит она близко я ее слышу это путешествие в глубины тьмы после этой истории других историй не будет зачем она делает это они чувствуют что ты идешь они идут ой извини я забыла рассказать тебе о других ты ведь тоже слышишь их они всегда здесь со дня трагедии ну куда это не совсем верно некоторые из них тут давно некоторые недавно но все они изменились думаю тьма изменила их также как изменила ее ты видишь ее почему она смотри там впереди ты тоже видишь да это место действительно существует она добралась наконец это страна тумана и мрака и северяне зовут это место страной хель возвращайся это опасно они здесь возвращайся здесь небезопасно возвращайся они видят ее оглянись вокруг ты увидишь утопших больных убитых они повсюду их тела гниют на полях и в реках страны хель но здесь мертвые не всегда лежат спокойно нет в этом месте они не покоятся с миром ты видишь их они сделают с тобой то же самое ты их видишь их видишь они смотрят ты чувствуешь они смотрят за тобой они наблюдают ты чувствуешь о чем она думает я расскажу тебе ей страшно а тебе не было бы страшно кажется она должна была уже привыкнуть к этому за столько лет но тьма 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 разрастается становится сильнее нависает над ней и как страница и мать и на можно притвориться что ее нет отворачиваться но она всегда рядом хоть и невидимая там где ты уязвимее всего она как будто знает сколько тебе нужно света чтобы увидеть ее удушающую мощь и они могут чувствовать себя ты думаешь что она очень храбрая раз отправилась в такое путешествие 1 но ее движет не храбрость храбрость для тех кто боится смерти страх сено гораздо гораздо глубже что может быть глубже смерти страха и и и и и и и и и что она ищет что осталось позади я знаю о чем она думает я слышу ее мысли она хочет вернуться она испугалась вернись еще не поздно сесть в лодку вернуться никто не осудит ее никто об этом не узнает она хочет вернуться она услышала нас пути назад нет зачем она отталкивает прочь мир в котором все стремятся причинить только будет возвращаться незачем и ждать можно только худшего может быть ты пойдешь с нами может быть тебе тоже есть место в этой истории мэппи youtube of a part of the story друзья мои я так чувствую нас ожидает изрядный кусок психоделики пока что все очень атмосферно в лицо она нам не смотрит она не смотрят в лицо духом даже ведущему и мы пошли будем знакомиться как-то все очень шатко у нас под ногами наверное немножко не хватает контрастности а ей надо использовать глаза и надо это чего-то чего чего нам не про не про и что это и как с этим поступать с этим поступать ничего не объясняют дайте-ка я загляну в настройки так как вы сами понимаете только включила игру без вас я ее на и тестировала продолжить управление и так управление бег сосредоточение и посмотреть туда им седым режим фото так быстро удар а у нас тут будет на этот будем биться интересно давай-ка посмотрим вот так управление так вибрация включена знаешь нам не нужна вибрация у нас нету геймпада странно ну ладно так дайте-ка я сделаю все таки гамму немножко потемнее вот и а давайте попробуем на я говорят чтобы на не значит но голоса которые говорят по-английски сказали нам что-то про то что надо использовать этот глаз дальше нас не пускают и делать незабываемая история сена потому что твоя тьма идет из хель там тебя ждет твоя судьба говорят что горящие тела оказываются прямо у ворот хелла на этого пути не минует ни боги ни люди ты должна покинуть острова оркни через восточное море найти путь ведущий на север через темные вершины через десять ночи пути ты отправишься вдоль большой реки и увидишь мост покрытый золотом отсюда начинается дорога мост идет через реку ножей и река это течет из темного мира нефтельхейма все нас теперь пропустят дальше север так значит е позволяет нам сосредоточиться не только на этих буквах но и еще на чем-то конкретном когда мы хотим затаить дыхание и пересмотреться друзья моим игру рекомендуется играть и смотреть я так думаю тоже наушниках что я собственно говоря я делаю и я вам скажу что звуки тут ума уго а мы так умеем да здесь есть что-нибудь что нам нужно искать находить я в принципе могла конечно посмотреть какой из гайд или еще что то более того я вижу сейчас лёши касселёв проходит еще раз эту игру но я хочу пройти ее сама без всяких вернись вернись эти назад они ждут трусиха беги так обижать мы можем они идут они идут они идут тихо тихо не надо кричать блин да и без вас страшно беги ей нужно бежать почему она не бежит ну я бегу 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 тьма приближается она желает жизни она сголодалась по жизни как стая волков на котик но она не остановится так все а вот я у света так ну ладно разбежать побежать побежали побежали кто-то к нам приближается мы чуть-чуть мы не знаем вот свет 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 здесь свет не теперь ух а по строку этот мир живет по каким-то своим правилам это преисподня насколько я понимаю и видишь сель и им он здесь я чувствую его страна мрака и тумана старый дурак был прав как он говорил река ножей за которой лежит страна хель вместо которое зовут хель хейм так понимаю это череп да где ты сомнений нет источник тьмы где-то хель хейми и богиня хела держит его душу ее милого возлюбленного зелона зелено понятно сено ищет своего возлюбленного череп которого таскает у себя на поясе а еще история чему она это делает почему не повернет назад она делает это ради него она хочет спасти его он уже но его душа по-прежнему хель хейми его душа еще жива она должна дать ему покой он никогда не спасет его она не может остановить его оставить его гнить там она может его голосайте спорит между собой они спорят они не уверена а а а Субтитры делал DimaTorzok Поздно, давайте посмотрим, что мы можем делать. Присесть, подпрыгнуть. Ну, будь я на твоем месте. Мост в Хельхейм. Я не помню его название. Она тоже забыла. Но она помнит, что пройти по нему могут только мертвые. Такое забыть сложно. Старый дурак сказал, что к нему есть тайная дорога. Посмотрим, что будет дальше. Тайная дорога говорит. Сможем ли мы? Наверное, сможем. Пошли искать тайную дорогу, потому что именно через этот мост нам, очевидно, и нужно. Ну, да? Тайная дорога говорит. 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 не совсем понятно зачем здесь этот закуток северяне говорят что есть девять миров мир людей известен как мидгард небеса где живут боги асгард боги земли урожая ветра и моря обитает в анахиме добрые эльфы живут а злые духи свартель файхиме горные великаны живут в юртон огненный великан обитает мусс мельхейме анильфейм мир льда и тьмы эльхейм тоже населяют только мертвые туда ты должна отправиться да 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 все эти названия которые названия викингские довольно своеобразны так понимаю проход сюда или нет нет за этот камень я не могу пройти до значит нам так и на ступеньки наверх карабкайся что там наверху что там наверху как карабкаться карабкаться как карабкаться мы с вами сейчас посмотрим игра нам это не говорит бег двигаться бокам посмотреть режим управления так на f очевидно до взаимодействия здесь да да это то это то она тут она тут посмотри нас ждет паркур ой 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 тихо 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 не бойся не бойся ты не знаешь пути куда идешь шепчет нам голоса вернись чего дождешь она не знает куда попала где она торн раунд это обернись повернись уходи вернись на нет ладно остановись а тоже через f вот так а забраться я уже не смогу ну вот и все чем она это сделала теперь она не сможет вернуться вот нет вот она тайная дорога черт возьми так и знала что я не могу вернуться ну и ладно чё нам там делать там конечно хорошая побережье но слишком там шумно хотя что-то мне подсказывает что тише не будет ох не будет стены запечатанные это опасно коснись их не убивай меня я не из них я просто прячусь я знаю если прятаться то дольше проживешь я не дам все больше этим ублюдкам и меня не поймать никогда постой кто ты тьма идет только воспоминания слушай он лжет так друт это ты это мои рассказы о северных северянах меня прозвали друтом лжецом старым дураком но друт знает правду я рада что ты здесь ты сдержал свое слово вести тебя в этой жизни и в той я буду рассказывать тебе свои истории ахель а ты позволишь пойти с тобой расскажи мне все свои истории руны сосредоточь свое внутреннее зрение и ты увидишь скрытое в открытом смотри действительно сфокусируй фокусируйся фокусируйся я вижу одну удержи своим внутренним взором и найди такую же чтобы открыть вратах то есть я должна такую же буковку м найти где-то на вратах да или я ну подожди давай поближе что подойдем ну так что ли так что ли нет или я где-то здесь на вратах должна найти эту букву м или не на вратах вот она давай отойдем в отражении так удерживаю своим внутренним взором да вот я еще сдержу своим внутренним взором где на вратах мне ее искать давай смотреть вокруг тихо подождите не мешайте все таки вы там все шепчешься лучшим делом занялись а вот она она большая она вся прерывая вот как-то так ее надо поставить вот же все ворота это одна большая буква м нет или это вот это тут вокруг только все такие руны летают куда мне ее применить т.л. 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 талант т.л. не то делаю. Нет, механика пока что совершенно не знакома. Вот, мы когда поднимаем наше внутреннее зрение, да, вот она. А может мне ее не здесь надо применять? А где-нибудь здесь? Ну, на ворота. Мне надо открыть эти ворота. Мне при этом сюда надо применить эту руну. Она на замке ворот. Но я ее вызываю и не... Вот здесь у нас что-то, видишь, вот так как-то так фокусируется. Черт его знает, пока поймешь, как это работает. Пожалуй, на этом наше прохождение и закончится. Ну, подождите, подождите. Дайте-ка мне управление. Так, посмотреть, подвигать. Так, фото. Управление. Давай-ка сразу и посмотрим. Двигаться боком. Сосредоточение. Е. Взаимодействовать. Бег. Левый шифт. Все. Все. При этом это все. Сменить цель направо-налево. Угу. Спейсбар, рукопашная атака, файт, маус. Потом быстрый удар. Тут еще будет. Если. Если так пойдет и дальше. Не знаю, как мы будем тут еще и биться. Так, ну вот, вот, вот. Предположим, я нажимаю держать, и я нажимаю. Слушай, пошли просто по взаимодействию с воротами. Да, даже так. Ну, а если я буду держать эту букву и нажму одновременно на взаимодействовать, они кричат и не хотят открываться. Что мне тебя применить? Давай смотреть еще внимательнее. Где ты можешь быть? Очевидно, ларчик открывается где-то прямо. Просто я, друзья, вам скажу, я просто не выгоняю. Я не знаю, как это делается. Ну, вот это вот защита. А на нее вроде как никуда она не ставится. Так, чтобы вот она прямо туда вписалась. Довольно большая. Как-то повернуть ее? Оу, нет. Я могла предположить, что может быть как-нибудь на отражение. А если я повернусь спиной? Подойду спиной, посмотрю на отражение. Чего только не сделаешь. И наложу ее на отражение. Это было бы, наверное, оригинально. Но отражение тут нет. Ну, я слышу звук какой-то такой. Жжу-жу-жу. Вроде где-то он подходит, подходит. Ладно, друзья, все. Давайте пока это дело оставим. Я просто не хочу действительно на запись это делать, скажем так. А что, все. Нам тут обратно пути нет. Вот. Я буду толочься у этих ворот, естественно, дальше. Нам уже сказали, что обратно пути нет. Может быть, я чего-то не вижу. Может быть, я не вижу где-нибудь на стенах какой-нибудь знак. Да. Она близко сосредоточится, и ты найдешь ее. Говорит нам голос, который говорит, что старый дурак нам говорит. Не сдавайся. Нет, я не собираюсь сдаваться. Просто... А может, она не на воротах. А? Как вы думаете? А ну-ка, давай посмотрим. А. Это-то-то-то-то, она там рядом проплыла. А, вижу, тень. Вижу, вижу, вижу. Я вижу тень. Вот она. Эй. Гляди на ворота, и ворота откроются. Вау. Вот оно как работает. Тень. Что за... Что за воротами? Получилось. Шесть лет я был рабом в Хель, но я следил за северянами, изучал их. Я знаю, что это так. Ты слушала меня, хотя другие смеялись. Мой народ долго за все заплатил. Храни мои истории, и вместе мы покажем северянам нашу ярость. И вместе мы сделаем северянам нашу ярость. Юрий, говоришь? Не знаю, не знаю. Не знаю, насколько наша девица яростная. Еще один голос теперь с нами. Когда-то она пыталась заставить всех уйти, притвориться, что их нет. Но какой в этом прок, если мы всегда рядом? Когда-то мы всегда здесь. Ага. Что там у нас? Высоко. Так, а теперь еще и наверх, да? У-хо. Скользко. Камни-то невозь скользкие. А это сейчас сломается, да? Это же бывает и с высотой. Когда стоишь на краю, можно притвориться, что все хорошо. Но все-таки ты знаешь, что смерть рядом. Она только ждет, когда ты оступишься. Хочешь, не хочешь, а это так. Спокойно, спокойно, да? Нет! 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 Да, значит, это... Я думала, что так и задумано. А нет. Так, хорошо. То есть мы должны еще и балансировать тут, да? Не падай, не падай, нам говорят. Не падай. Не-не-не-не-не-не. Мы должны тут балансировать. Кто-то мог подумать. Не, ну это надо знать, что... Не просто тут палочка, а еще тебе надо в управлении добавлять баланс. Ну, тот, кто умер, уже не может умереть. Вернее, тому не страшна смерть. Эх! Посредотачиваемся. Миром мертвым правит великан Шахелла, дочь Локи. Боги страшатся ее крови. Плох род ее матери, а отца еще хуже. Когда она была ребенком, Бог Отец отдал ей во владение Хельхеем и даровал власть над теми самоубийцами, а также умершими от болезни, лишений и старости. Во всех девяти мирах одна лишь Хелла может воскрешать мертвых. Твоего Диллиана принесли в жертву Хелли. С ней тебе придется торговаться. Тот, кто носит череп своего возлюбленного на поясе, пожалуй, не страшится Хелла. Друзья, здесь тишина. Здесь прекрасная тишина. Интересно. А можем ли мы здесь сохраниться? Нет. У нас нету такой вещи, как сохранение. Что весьма прискорбно, я вам хочу сказать. Поэтому давайте-ка, наверное, дойдем все-таки до какого-то сохранения. И может быть там уже и остановимся, потому что, в принципе, страшно и интересно, но ничего не понятно. И безумно атмосферно. Просто обалденно, как атмосферно. Так, ну вот, смотри, мы упали. Наверх мы не поднимемся. И при всем при этом у нас... Ага, мы сами наклоняемся. Сохранки нету. А голоса перестали. Шипоточки отстали от нас. А тут будет битва, да? Ну что, попробуем. Получено достижение. The fight begin. Малин! Врата, иди обратно. Ты должна их открыть. Врата в Хельхейм отделяют живых от мертвых. Не лицо ли это самой Хеллы, полузгнившей богини, правительницы Хельхейма? Какие бы ужасы ни скрывала эта дверь, она должна найти его. Толкай, толкай, ты должна, ты сможешь, давай. Она может, она может, она может. Тихо, здесь кто-то есть. Наверняка эти ворота кто-то охраняет. Как вы думаете, вон там еще и камешек. Ты, ты забрала его у меня. Я помню, отбивай его. Я дам тебе все, что ты хочешь. Я больше не буду прицепиться. Верни его. Да ура, ты умрешь. Тебя убьют, ты умрешь. Блин. Так, сейчас нас убьют явно, да? Тихо, 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 тихо. А где, у меня есть линия жизни? Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 мы его победили. Живи. Хотя, о чем это я? Видение того, что случится. Бедная сену, а тьма не торгуется, ее нельзя уговорить, гниль. Теперь она поселилась в ней, она поползет вверх к ее голове, к вместилищу духа, пока наконец от нее ничего не останется. Мойте руки. Все муки окажутся напрасными. Это только дело времени. Темный гниль будет распространяться. Если гниль доберется до головы сену, ее путешествие окончится. И весь пройденный путь пропадет и забудется навсегда. Блин, а что-то не то сделали. Это секрет, это секрет. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Ее этому Дзилон научил. Темный гниль будет распространяться все больше при каждом поражении, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом. И она сдержит свое слово любой ценой. Я хочу вас спросить, а тут можно было победить? Как можно победить бесплодную тень? Послушай меня, Сенуа, за этими вратами лежит Хельхейм. Чтобы открыть врата, тебе придется биться с богами, которые охраняют их. Богом огня Суртом и богом иллюзии Вальравном. Пролея в кровь, чтобы открыть врата и войти в страну мертвых. Так, давай-ка почитаем. Ей надо найти двух богов! Двух богов! Крещенграда! Двух богов! Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы, жестокого холода на севере и палящего жара на юге. Они говорят, что лед наползал с севера, а когда приблизился к жаркому югу, стал таять. Сила тьмы вдохнула жизнь в тающий лед. Так родился первый великан, имя ему было Имир. Лед таял дальше, а сила тьмы дала ему жизнь, и стал лед коровы, чьим молоком стал кормиться великанам. Да, коровы, этого ты не ожидала? Та есть, тут у нас будет корова. Друзья, будет у нас тут корова, или еще кто-то будет. Мы с вами увидим, наверное, в следующей серии. Это пока что у меня, хочу сказать, это обалденная игра. Это такой психодел, что вау, что вау. Ну что ж, другое дело, что не всегда совсем понятно, что делать-то. Что делать-то? Но, в принципе, такие игры я тоже люблю. Еще мне не совсем понятно, почему у нас такое мыло, такое мыло. И такая нерезкость. Вот, например, даже на лице нашей главной героини. Сейчас я подойду к столбу поближе и попробую на нее посмотреть поближе. Скажем, вот как-то так. Она отворачивается. Мы проходим в столб и не можем на нее посмотреть поближе. Вот, так что надо посмотреть. Хотя настройки у меня все стоят на ультрах. Я не пойму, откуда тут у нас такое мыло. И такая нерезкость. И я бы даже сказала, что это чуть ли не... Ну, хотя это не VR. Но очень-очень странная графика. Возможно, это, в принципе, такой эффект. И так тут это и должно быть. По крайней мере, в этой локации. Что ж, в любом случае, друзья, огромное спасибо всем, кто это видео посмотрел. Мы встретимся непременно с вами в следующем. Возможно, что прохождение будет. Пока что я, опять же, загадывать не буду. Но, по крайней мере, несколько серий мы еще побудем в этой игре. Точно. Поскольку мне любопытно. Страшно любопытно. Вот. Ну и до следующей серии. Она, может быть, будет не так сразу, не так скоро. Ну, посмотрим. Все. Еще раз всем огромное спасибо. Добель, вам огромное спасибо за возможность. И всем пока-пока-пока.